Прецедент в сфере жилищного строительства для Самарской области создан в Борском районе. Там расторгли контракт с недобросовестным застройщиком, не дожидаясь окончания работ, которые велись с нарушениями, это подтвердила прокуратура. В итоге подрядчик не получил ни копейки, а жители не получили своих квартир. Об отложенном новоселье, судебных тяжбах и о том, как не надо строить. Сюжет Нины Ваниной. Неполных три этажа, решетки на окнах, бурьян давно не кошен. Работы на стройплощадке в селе Новоборском остановились после расторжения договора с подрядчиком компании «Восход», которая выиграла тендер на строительство 22 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Он внушал доверие, скажем так, но этого не оправдал. По факту подрядчик отступил от технического задания и начал выполнять кладку наружных стен и силикатного блока с облицовкой в пол кирпича с силикатным кирпичем, что, естественно, недопустимо по строительным нормам и правилам, так как это, получается, две отдельно стоящие, не связанные между собой, стены. На момент начала строительства закон не требовал обязательного наличия положительного заключения госэкспертизы на проектирование строений до трех этажей. Состройщики воспользовались этой лазейкой и начали работу без утвержденного проекта. Сегодня в закон внесли поправки, и эта процедура стала обязательной. Новоборскую трехэтажку проверила и прокуратура. В числе вынесенных нарушений фундамент сделаны из железобетонных блоков вместо монолитной бетонной подушки. Вентиляционные каналы из пустотелого кирпича, а над дверными проемами внутриквартирных перегородок отсутствуют перемычки. Он уже осыпается, видите, вон. Просто вот в бетономешалке здесь был замешан бетон и залитый. Без всяких присадок, без всяких пластификаторов, без всего. Это все осыпется жильцам потом нагло. Некогда прораб восхода Василий Мотыцын утверждает, бетон заливали прямо на песок. Когда дошли до первого этажа, уволился. Не по совести такая стройка. Однако бывший работодатель так просто не отпускал. Во время судебных тяжб выяснилось, на документах, подтверждающих, что работы якобы велись по всем нормам, стоит его подпись. Мою подпись подделали в октах скрытых работ. Я ни единственный не подписывал. Я потом оказался в администрацию приезжая, там все окта подделаны, моя подпись. Я подал заявление в прокуратуру, так как я ответственность не хочу за это нести. В связи с этим данное заявление в этой части было направлено в отдел полиции для отдачи соответствующей оценки. По данному факту, в связи с подделкой, как он сказал, его подпись на официальном документе. Расторгнутый контракт теперь прецедент. А Восход в черном списке. Федеральная антимонопольная служба на два года включила застройщиков в список ненадежных. Это решение, а также правомерность, расторжение контракта подрядчик пытается оспорить. Мы сегодня являемся ответчиком в суде арбитражном. Фирма Восход нас привлекает к тому, чтобы обязывать, хочет обязательно через суд на продолжение отношений в рамках того контракта, который был расторгнут. И Минстрой сегодня юридическую помощь, конечно, нам оказывает. На вопрос нашей телекомпании прокомментировать ситуацию Восход отреагировал в течение суток. Но встреча наша так и не состоялась. Представитель застройщика всю неделю переносил время и место, а в итоге сегодня согласился на комментарий по телефону. Мы спросили, согласна ли компания с заключением прокуратуры и намерена ли она продолжать разбирательство в судебном порядке. Я не могу согласиться с ним. Я, честно говоря, даже не видел, какое решение прокуратуры. Все, которые необходимы были документы для прокуратуры, мы в полном объеме их отправили. Никаких вопросов к нам не возникало впоследствии. Направили проектную документацию, исполнительную документацию. Все документы, подтверждающие то, что были материалы оплачены, то, что они надлежащего качества. Все сертификаты по всем двум вашим вопросам дела рассмотрят в суде. Некоторым жителям Новоборского все же повезло. Отпразднуют новоселье летом в соседних домах. Две стройки затевали одновременно. Теперь в двухэтажках доделывают чистовой ремонт и облагораживают двор. Остальные продолжают ждать очереди. Вот в таких бараках. Дом Юлии Каськовой аварийным признали два года назад. Предлагали квартиру меньшей площади, но отказались. Судились. Теперь снова ждут. Выиграли суд. Нам сказали, что будет только это. Вот следующие вот эти сейчас засели дома, а потом следующие. Мы ждем, да. Сказали до 2018 года. Мы ждем, будем ждать. На реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Борском районе выделено 140 миллионов рублей из областного и муниципального бюджетов. Предстоит построить еще 6000 квадратных метров. На очереди 130 человек. Что касается тех, кто ждал своей квартиры в доме на улице Строителей, администрация снова в поиске свободного участка земли и нового подрядчика, проект с которым уже по новому закону согласуют до того, как заложат первый камень. Нина Ванина, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Борский район.